В этом году «Неделя моды» в Берлине сделала главной темой экологичность. В её рамках проходит выставка «Неонид», на которой участники представляют изделия из переработанных материалов. Дизайнер Себастьян Тиес привёз спортивную обувь на 100% изготовленную из водорослей. Ещё одна её особенность – первая в мире белая каучуковая подошва. «На земле становится теплее. Это плохо. Но появляются новые ресурсы, такие как водоросли. Их непропорционально много, нужно от них избавляться. Однако водоросли также можно использовать как сырьё». Эта испанская компания с 2013 года создаёт стильные и экологичные вещи. Сегодня у неё 70 магазинов по всему миру. Один из её продуктов – пиджаки, сделанные из пластика, который выловили из моря у побережья страны. «В морях очень много пластика, особенно у берегов Испании. Мы решили, что его нужно как-то достать. Обычно рыбаки выходят в море и выкидывают пластик, который запутывается в их сетях. Но мы начали им за него платить. Пластик превращается в пряжу, а пряжа превращается в одежду». Португальская компания показывает обувь, которую изготавливают из промышленных пластиковых отходов. В каждой паре есть встроенный чип. Если поднести к каблуку смартфон, то откроется веб-сайт с информацией о том, из каких материалов сделана обувь. «Мы научились делать обувь хорошего качества и с хорошим дизайном, из переработанных материалов. Она нравится людям. На такой есть спрос». Немецкий модный бренд тоже делает одежду из торсырья. Например, его футболки созданы из сочетания хлопка и нити из кофейной гущи. «Кофейное углеродное волокно – это отходы кофейной индустрии. Уникальность его в том, что это природная защита от ультрафиолетового излучения. Он действует как дезодорант, а ещё защищает кожу». Ещё одна португальская компания представляет обувь, в производстве которой задействован пробковый материал, а также обивка сидений старых автомобилей. «Почему бы это не использовать? Нам нужно перерабатывать отходы и искать новые пути того, как это делать». В целом на выставке представлено более 210 брендов. ЮАР делают эко-кирпичи из пластиковых бутылок, заполненных мусором. Это помогает временно решить проблему переработки отходов, которых в стране очень много. На складе в Кейптауне сортируют пластиковые бутылки, заполненные мусором. Но теперь это уже не отходы, а эко-кирпичи. Их используют как строительный материал при создании некоторых форм конструкций. Проект запустила неправительственная организация «Уэст Эд». А компания «Нейчерал Билдинг» проводит испытания готовых конструкций, чтобы узнать, как ведёт себя этот материал в разных условиях. «Испытания нужны для того, чтобы обнародовать результаты для всего мира. Так люди смогут рациональнее использовать эко-кирпичи». В 2017 году в ЮАР произвели 42 миллиона тонн отходов. Переработали только 11%. Эко-кирпичи помогают избавляться от мусора. Правда, основатели проекта говорят, что это только временное решение. «Надо смотреть в корень проблемы. Нельзя выпускать продукцию, непригодную для переработки. Нужно искать альтернативу». В экологическом проекте участвуют местные школьники. Они собирают на улицах бутылки и заполняют их. На окраине Кейптауна из эко-кирпичей и стеклянных бутылок построили уже несколько зданий, в которых располагаются учебные заведения. «Эко-кирпичи из разноцветных бутылок очень красочные. Раньше их выбрасывали в мусорные баки. А теперь можно собирать бутылки и бумагу и с их помощью создавать что угодно». Эко-кирпичи делают в Кейптауне с 2012 года. Сейчас здесь работает 20 тысяч пунктов по их сборке. В Италии появился первый горнолыжный курорт, который полностью отказался от пластика. Там на альтернативные, более экологичные материалы заменили всё, включая трубочки для напитков и билеты на подъёмник. «Оставь весь пластик всяк сюда входящий». Такая надпись теперь красуется на входе на итальянский горнолыжный курорт Пео в провинции Трента. Здесь решили полностью отказаться от этого материала, заменив его на более экологичные альтернативы. Например, в кассах перед подъёмником больше не выдают пластиковых карточек. «Что касается билетов на подъёмник, мы заменили пластиковые билеты на бумажные». По всему курорту развесили огромные плакаты, которые на нескольких языках призывают посетителей уважать новые правила. Это местный ресторан. Здесь пришлось хорошо потрудиться, чтобы избавиться от всего пластика. «Мы заменили всё, даже самые маленькие вещи. Пластиковые бутылки заменили на стеклянные. Также трубочки, контейнеры, стаканы и одноразовый пластик заменили альтернативными вариантами, сделанными из разных материалов. Например, целлюлозы, картона и прочего». Как ожидает местный муниципалитет, благодаря усилиям курорта в 2020 году пластиковые отходы здесь сократятся на 5000 трубочек, 45 тысяч бутылок, 12 тысяч упаковок для кетчупа и майонеза, а также 15 тысяч пластиковых стаканчиков. «Хотелось бы прекратить использовать пластик во всех сферах, а не только на горнолыжных курортах. Но я уверен, что на 100% отказаться от него не получится, поскольку он необходим для нашей жизни и экономики. Однако сократить его использование было бы замечательно и для нас, и для нашей планеты». Это уже не первый экологический проект для этого региона. Ранее здесь перешли на зелёную энергию, построив три небольшие гидроэлектростанции. Кроме того, частные дома, отели и общественные здания отапливают с помощью древесных отходов, которые остаются на местных деревообрабатывающих предприятиях. В Кейптауне недавно открылся капсульный отель. Таких в Африке пока немного. Гостиницы с крошечными номерами уже пользуются спросом. Такие гостиницы с крошечными номерами давно привычны в Японии. Но вот в Кейптауне капсульный отель появился недавно. В каждом номере шесть капсул с двуспальными кроватями. Внутри есть телевизор и розетки. Работает беспроводной интернет. Под капсулами располагаются камеры хранения. «Капсулу можно запереть на ночь, чтобы чувствовать себя в безопасности. Внутри работает вентиляция. Также есть место для одежды, и вы можете в беспроводных наушниках смотреть по телевизору любые передачи». «Идея открыть капсульный отель зародилась потому, что в Кейптауне мало места для строительства. Для того, чтобы получить больше спальных мест, нужно либо уменьшить номера, либо увеличить здания». Многим туристам капсульный отель нравится больше, чем обычные хостелы. «Он лучше, потому что можно уединиться. А я люблю уединённость. И капсулы чистые, к тому же стоят очень дёшево». «Сначала эта концепция показалась странной. Я подумала, неужели мне придётся спать в ящике. Но первая ночь прошла удивительно. Это так необычно». В отеле 200 капсул. Также скоро откроются 50 обычных номеров для тех, кто хочет побольше комфорта. Капсульные отели впервые появились в Японии 40 лет назад. Их строили рядом с крупными вокзалами или в районах с увеселительными заведениями. Рыбацкая деревня в Марокко в последние десятилетия превратилась в популярнейшее место для серфинга. Его ценят и профессионалы, и любители, поскольку каждый находит там подходящие условия. В январе марокканский пляж Тагазут почти пуст. Зато в прибрежных водах Атлантического океана десятки серфингистов ловят волну. В зимние месяцы это место для них превращается в райский уголок. «В январе такой погоды в Европе нет. А здесь прекрасно, можно загорать. Тагазут благодаря волнам идеален для серфинга. Это здорово. Я новичок, но приезжаю в Марокко очень часто». В основном сюда прилетают из северных европейских стран. «Они не боятся волн. Здесь есть несколько мест для профессионалов, но также есть места для начинающих и ещё не очень опытных серфингистов. Благодаря этому они постепенно улучшают навыки». Когда-то Тагазут был просто рыбацкой деревней. В 60-х годах сюда начали приезжать серфингисты, и всё изменилось. «Раньше серфингом занимались только туристы и лишь несколько марокканцев. Со временем в Тагазуте становилось всё больше туристов, поскольку этот вид спорта очень популярен здесь. У нас также появляется всё больше клубов и ассоциаций серфинга». Жизнь деревни почти полностью перестроилась, чтобы отвечать нуждам туристов. Магазины и пункты проката для серфингистов есть на каждой улочке. «Этот магазин был первым кафе и рестораном в Тагазуте. Им управлял мой дедушка, который одновременно был рыбаком и ресторатором. Он продавал таджин. Теперь это магазин с товарами для серфинга». Тагазут находится в 20 километрах от города Агадир. Туризм теперь – важная отрасль местной экономики. Небольшое этническое меньшинство на берегу Амура тесно связано с водой. Согласно местной легенде, нанайцы или хадже – это потомки русалок. Однако сегодня их знаковое ремесло изготовления одежды из кожи рыбы приходит в упадок. 68-летняя Юй Вэнь Фэн не боится суровой зимы своего региона. Она принадлежит к небольшому этническому меньшинству нанайцев и живёт на границе с Россией на берегу Амура, который в Китае называют «рекой чёрного дракона». Согласно легенде, представители этого народа – потомки русалок. Но известны нанайцы или хадже не только благодаря этому. Поколениями народ передаёт древнее мастерство – производство одежды из рыбьей кожи. «Нельзя ничего узнать о коже рыбы, если просто её есть. Но если её высушить, тогда увидишь, что внутри кожи есть волокна, которые между собой переплетаются. Эта текстура не даёт коже изнашиваться». Юна училась древнему мастерству у матери. Теперь она одна из немногих нанаек, хранящих искусство предков. Сначала кожу снимают с рыбы, затем высушивают. После этого с помощью особого деревянного пресса разминают, чтобы сделать мягче. На полное облачение из такой кожи требуется около 50 рыб и два месяца кропотливой работы. Никто из семьи Ю не захотел учиться этому ремеслу. Но желание изъявили несколько местных жительниц. И хотя знания пока передаются, традиция может кануть в лету. «Моя мама так старалась, чтобы передать это от старшего поколения молодому. Знания хранились даже тогда, когда народ Хэджи был на грани исчезновения. Как я могу не волноваться? Вот почему я учу любого, кто приходит учиться». Кожа рыбы в последние годы завоёвывает популярность. На неё обратили внимание даже такие изысканные бренды, как Диор и Прада. Но здесь, в китайской глубинке, это не просто мода, а глубокое культурное наследие, которое укоренилось в культуре, языке и песнях. Выживет ли это искусство, покажет время. В Саудовской Аравии растут продажи музыкальных инструментов. Благодаря социальным переменам саудовцы теперь могут открыто интересоваться искусством. Раньше в мусульманской стране это осуждалось. Житель Эрияда Мухаммед купил свой первый уд в 15 лет. По дороге домой он был вынужден прятать инструмент, чтобы избежать неприятностей. Однако благодаря социальным переменам в Саудовской Аравии светская музыка больше не запрещена. «Раньше всегда приходилось скрываться, чтобы не привлекать внимание. Теперь после перемен можно петь в ресторанах и играть на инструментах в общественных местах, в парках. Можно спокойно отдаваться своему увлечению». Теперь на старейшем рынке музыкальных инструментов в Эрияде часто звучит музыка, а люди больше не прячут свои покупки. «Раньше, конечно, мы не могли играть перед аудиторией или на рынке. Мы привыкли прятаться от людей или от старших в семье, боясь, что нас увидят. Но теперь общество стало более открытым. Молодёжь может заниматься музыкой, и старые и молодые могут играть, петь, интересоваться искусством и ценить его». До этого покупателей было мало, потому что они боялись. Но теперь всё стало более открытым. Торговля идёт хорошо. Приходят саудовцы и люди других национальностей. Они покупают гитары и другие инструменты. Перемены в уклад жизни саудовцев вносит наследный принц Мухаммед бин Салман. Ранее он также разрешил женщинам водить автомобили и снял запрет на светские развлечения. «Раньше мы ездили за границу, например, в Бахрейн, чтобы послушать музыкантов. А теперь люди приезжают к нам, чтобы послушать нашу музыку». Швейная мастерская в Польше временно работает на добровольной основе. Портнихи шьют сумки для кенгурят, остиротевших из-за пожаров в Австралии. А вдохновитель волонтёрского проекта – восьмилетний мальчик, которого тронула судьба животных. В этой мастерской в польском городе Катовице шьют мягкие и тёплые сумки для осиротевших кенгурят, которые живут на другом конце света. Портнихи работают бесплатно. Волонтёрский проект запустила швея Анна. А вдохновил её на это восьмилетний сын. На Антони повлияла фотография с кенгуру, погибшими во время лесных пожаров в Австралии. «Люди построили забор, и кенгуру не смогли убежать от огня. Нам надо как-то загладить свою вину перед ними, и поэтому мы шьём эти сумки». Масштабные и разрушительные пожары в Австралии начались из-за жары и засухи. Они охватили территорию в 104 тысячи квадратных километров. И ущерб дикой природе уже не оценить никакими деньгами. Австралийские учёные полагают, что в пожарах погибло не менее миллиарда животных. «Мне нравится помогать, и меня беспокоила судьба животных в Австралии. Я подумала, что если смогу чем-то помочь, то с удовольствием это сделаю». Женщины поставили перед собой задачу сшить 50 сумок. «Такую сумку будет носить волонтёр, и она подарит тепло кенгурёнку. Он почувствует себя защищённым и окружённым любовью». Команда «Портних» надеется завершить работу за несколько дней. Потом сумки отправят в Австралию. Правда, юный Антони надеется, что к проекту присоединятся и другие мастерицы. И мешочков для кенгурят сошьют ещё больше. Венецианский остров известен своими яркими домами, кружевами ручной работы и традиционным печеньем. Но население там сокращается, и местные жители изо всех сил стараются сохранять традиционные ремёсла, чтобы поддержать экономику острова. Яркие разноцветные домики – визитная карточка венецианского острова Бурана. Каждый год здесь бывает полтора миллиона туристов. Но этого недостаточно, чтобы поддерживать местную экономику. Поэтому жителей на острове остаётся всё меньше. «Многие не хотят жить здесь из-за разных трудностей, таких как наводнение и дороговизна. Такие простые товары, как еда и бензин, на острове дороже, поскольку их привозят на водном транспорте». С жильём тоже проблемы. Квартиры в старых домах двухэтажные – 20 квадратных метров на первом этаже и столько же на втором. Менять планировку нельзя, но для современной жизни такое жильё уже не подходит. На острове живут 2700 человек, но каждый год становится меньше на 60 жителей. Одни умирают, а другие уезжают на материк. Местные предприниматели объединились в группу под названием «Родная Венеция», чтобы спасти Бурана и соседние острова Торчелла и Мацорба. Они стараются сохранить традиционные ремёсла и обучают им молодёжь. «Магазины всё равно будут работать, даже если Бурана превратится в музей. Но остров станет другим. Поэтому мы хотим, чтобы люди гордились тем, что живут здесь». Бурана уже полтысячи лет славится своими кружевами. Здесь есть музей, посвящённый этим изделиям, и множество магазинчиков кружев. Традиционному ремеслу здесь обучают даже иностранцев. Остров также считается родиной печенья Буссола. Раньше оно было круглым, чтобы рыбаки могли его подвешивать, и на печенье не попадала вода. Теперь Буссола делают разные формы и иногда добавляют в тесто шоколад. А это остров Торчелла. Здесь живёт Доминика, один из 20 краболовов, оставшихся на трёх островах. 50-летний мужчина – самый молодой из них. Он организует прогулки по воде для туристов и учит их ловить крабов. «Мы делаем ставку на туристов, которые осознанно едут сюда с какой-то целью. Для нас такой туризм очень важен, поскольку может помочь восполнить недостаток доходов зимой». На острове Мацорба один предприниматель возродил виноградник, а рядом открыл отель и ресторан, у которого уже есть звезда Мишлен. Ну а жители Бурана радуются каждой новой семье и каждому новорождённому. На острове осталось ещё много молодых людей, которые хотят здесь жить и хранить местные традиции. Павлопосадский платок – яркий символ России. В 2020 году мануфактуре исполняется 225 лет. Как сохранить древние традиции и при этом сочетать с современной модой? Расскажем сюжет. Павлопосадский платок – визитная карточка России. Его расписные узоры – символ самобытной красоты. В этом году Павлопосадской мануфактуре, что в Подмосковье, исполняется 225 лет. Её основали в последний год царствования Екатерины II. По случаю юбилея в Академии художеств выставка платков. Самый ранний экспонат – 1894 года. Рос и перос – резные элементы прялок и наличников. До революции платки на красном фоне предпочитали жители Рязанской губернии. В Поволжье – на тёмно-синем. Классическим же считается рисунок с красными розами на чёрном фоне. «Платки носили как высшие сословия, так и купчихи. Даже зажиточные крестьяне они тоже могли. Это был прекрасный подарок такой, если мужчина покупал такую шаль дочери или жене. Эти же шали дошли до нашего времени. Раньше одежду складывали в сундуки, хранили и только одевали, может быть, по праздничным дням». Примечательно, что до 1917-го художниками на мануфактуре работали лишь мужчины. Сейчас наоборот. Вдохновение черпают в дореволюционных образцах. Однако как вписать народные мотивы в современную моду? Над этой задачей бьются столичные дизайнеры. В шоуруме в Столешниковом переулке в самом центре Москвы стильные варежки и свитшоты из павлово-пасадских платков. «Цвет прошлого этого года белый. Как раз вот, например, в этот Новый год очень актуальны были такие вот варежки с голубыми цветами, с белой опушкой. Потому что они, соответственно, подходят по тенденциям к той повседневной одежде, которую покупают люди в магазине. Потому что такой яркий акцент и яркий аксессуар из павлово-пасадского платка – это зачастую пятно повседневному, более монотонному, монохромному образу». Из минусов такие вещи нельзя стирать. Остаётся только сдавать в химчистку. Главные клиенты – иностранцы и столичные модницы. Вещи из стопроцентной шерсти мериносов не только знаковые, но и очень тёплый подарок. Продажи активизируются к зиме с октября по март. «Павлово-пасадский платок и полупасадский характер – это девушка, которая очень любит русскую литературу, очень вдохновляется русской классикой, очень часто бывает в русских лугах, лесах. При этом это не отменяет того, что она может жить в большом городе, быть очень космополитичной, очень модной особой». Каждый год павлово-пасадская мануфактура обновляет коллекцию пятьюдесятью новыми рисунками, производя около полутора миллионов метров платков. На сегодня у меня всё. До встречи в следующих выпусках и пусть каждая новость будет хорошей.